В Старомосколе открылись пункты приема заявлений избирателей. В этот раз можно будет голосовать по месту фактического нахождения, а не по прописке, без открепительных удостоверений. Достаточно лишь написать заявление в пункте приема. В Старомосколе это можно сделать в избиркомне, в администрацию округа или в офисе МФЦ. Для Виталия Полунина выборы – работа. Он заместитель председателя одной из староскольских участковых избирательных комиссий. Чтобы не отвлекаться от дел в день выборов президента, он сегодня первым пришел в пункт приема заявлений и получил отрывной талон, дающий право 18 марта голосовать не по прописке, а по месту нахождения. Это очень удобно. Мы всегда, как бы, всей семьей ответственно подходим к дню голосования, всей семьей ходим на выборы. По месту своего участка проголосуем. И у нас, я думаю, вся комиссия так поступит и сделает. Потому что это очень удобно. Пункты приема заявлений будут работать до 12 марта. Уже сегодня можно обратиться в офис МФЦ. Или в Староскольскую избирательную комиссию в здании администрации. А с 25 февраля написать заявление можно будет также в ближайшей участковой избирательной комиссии. Только необходимо избирателю знать, где он будет голосовать. По паспорту, по паспортным данным находится избирательный участок, где он включен в основные списки. Оттуда он исключается и включается по месту нахождения. На тот участок, который опять-таки определит исключительно избиратель для себя. Который для него наиболее удобен. Для написания заявления необходим только паспорт. Если человек испытывает сложности с перемещением, то можно вызвать специалиста и оформить бумагу на дому. Документ выдается однократно. И в случае утраты не подлежит восстановлению.